Рыбничане в очередной раз сплотились вокруг чужой беды. Семья черненьких попала в страшную аварию. Пострадали все члены семьи – родители, дочь и сын. 19-летний Станислав перенес тяжелую операцию и сейчас находится в реанимации. Необходимы средства на дорогостоящее лечение. Состояние крайне тяжелое, оно стабильное. Пока изменений в лучшую сторону нет и в худшую тоже нет. Врачи говорят, что у него повредился мозг. Мозг живой, но некоторые клетки отмерли. Сейчас врачи сказали, что если у них получится восстановить эти клетки, то это будет очень-очень большое чудо. Лечение проходит в Кишиневе. Его перевезли с Рыбницы в Кишинев. Конкретную сумму врачи не называют. Мы собираем деньги на лечение, на реабилитацию последующую. Я знаю только, что сутки в реанимации стоят более 100 долларов. Это уже большая сумма. Многие рыбничане уже внесли свой вклад в помощи для Стаса. Очередной акцией по сбору средств стал благотворительный концерт, организаторами которого выступила шоу-группа «Доредес». Нам хотелось бы ему чем-то помочь. Мы не можем помочь материально, но зато мы можем собрать воедино людей, которые, может быть, помолятся за него, может быть, помогут ему материально. И вот эта вот одна, эта добрая энергия соединится и как-то повлияет на его выздоровление. Инициативу группы «Доредес» поддержали и другие рыбницкие исполнители. Полтора часа на сцене городского дворца культуры, сменяя друг друга с концертными номерами, также выступали Роман Гальчинский, Валерия Папиш и Иван Афанасьев. Зрители бурными аплодисментами благодарили артистов за доставленное наслаждение и за решение сделать свое выступление благотворительным. Ведь все деньги, вырученные от продажи билетов, пойдут на лечение 19-летнего Стаса. Концерт замечательный. И самое главное, что я надеюсь, эти деньги помогут Стасу. Помогут и самое главное, чтобы он пошел на поправку. И мы город маленький, и, конечно же, мы большая семья, и поэтому мы должны помогать нашим родным, близким. Люди действительно тронуты вот этим порывом чувств, что надо помочь, надо внести свою лепту, как сказать, в это дело. Мы тоже решили поддержать родителей в Гори, потому что понимаем, что такое может случиться с каждым. Ну и хотим, чтобы они чувствовали поддержку обычных людей, которые, в принципе, не являются каким-то заинтересованным лицем. До начала концерта и после к установленной фойе-урне подходили люди, самые разные, мужчины и женщины, молодые и не очень, и опускали деньги кто сколько мог. В результате в ходе благотворительного концерта было собрано более 7 тысяч рублей. Все деньги были вручены другу Стаса, Жене, который передаст их семье Черненьких. Ирина Шлаева, Наталья Лисеева, Олег Слободенюк, Лик-ТВ. Женя, вот все, что могли, сделали, все, что от нас зависело, тоже сделали. Вот сумма денег, которую собрали наши юбанчане. Опять же, скажем им большое спасибо, что они все-таки пришли и нашли время. Желаем, конечно же, быстрого выздоровления и обязательно хотим познакомиться со Стасом. Спасибо, что вы откликнулись. Я надеюсь, что он поправится в ближайшее время. И все будет хорошо, все станет как раньше. Продолжение следует...